Ребят, вот так вот целое утро люди выходят и сидят вот в Париже, их тема вот так сидеть на солнышке, да. Ну мы идем за Старбаксом, потому что хочется кофе, а не кофе. Сегодня прохладно, вроде как плюс 8, плюс 5, все равно прохладно. Вот это, ребят, самый центр Парижа, да? Как пушится. Да пиздец полный. А вот и Старбакс. А мы здесь и были вчера, да? Просто обалденные панкейки. Вкусные панкейки. В этом Старбаксе, в принципе, как ты понимаешь, или что-то очень вкусное, или вообще опровал, понимаешь? В самом первом году, как кофе начинаешь пить, сразу в жизнь возвращается. До кофе надо просто не кантовать. Куда едете? Эйфель-тейфель в башне. Тур, Эйфель-шампс-де-Марс. Те сейчас едят на Эйфель в башне, посмотрят. Желудокий весь какой-то. Вот что это значит, 23 минуты ожидателей? Пикап, 23 минуты, да. Драйвер он хизуэй. И он прямо сюда подъедет куда-то, да? И Uber здесь не работает. Ну, он работает, но у меня, например, не получается зайти в Uber. Может быть, какая-то субс... Я гуглил, в общем, как я понимаю, власти Парижа, они просто запретили здесь Uber для того, чтобы продвигать свои местные... Запретили Uber в принципе? Да. А в Норвегии нету Apple Pay, потому что местный банк, у него своя местная фишка оплаты, да? И вот у меня норвежская карта привязана, и я не могу Apple Pay платить вот нигде вот через эти терминалы, как платишь ты, например. Да, пиздец. Вот эти вот, знаешь, непонятные игрища, да? А люди страдают. А как? Какая? Вот это черная машина, да? Да. Он, да? Вот эта премиум тачка, она стоила меньше, чем мини-бэ. Серьезно? А сколько это стоило? 18 евро. Серьезно? Это премиальная... Да. Поехали, ты башню смотреть? Да. Мы выпили вкусный кофе с утра. Да. С утра, блин. С утра, три часа, да? Да, блогеров так сильно. У всех блогеров утро начинается где-то около пяти вечера. Знаешь, тоже надо просыпать, говорю, ребят, доброго утра, с 8.4.30. Да. Так мы ничего и не прочитали про достопримечательность. Вообще ничего. Ну, я знаю, я... Да, вот сейчас прогуляю. Мы говорим о... Обслуживании. И у меня сейчас очень удивил. Как говорят, в Москве обслуживание лучше. Лучше во всем. Лучше качество обслуживания в ресторанах, в премиальных вот этих такси. Ну, во всех сферах, где идет контакт с человеком. Брехмахерские салоны. Везде обслуживание лучше. Хорошо. А где хамят? А хамят где-нибудь все равно? Тебе могут нахамить в Яндекс.Такси, в тарифе эконом. А, серьезно? И вот, например, что касается ресторанов, там вообще просто, знаешь, мне кажется, пик совершенства. Вы сейчас в Москве, да? В хороших заведениях. Я уверен, знаешь, я искренне верю, что Москва и вообще Россия, в принципе, она все равно поднимет вот этот уровень достаточно высоко. Пойдет время, конечно. Вот не знаю, не знаю, потому что, например, в Штатах, когда я слышу историю про то, что может подойти официант и сказать, если вам что-то не нравится, можете выйти. Да, да. То есть в Москве такое вообще... Исключено такое. Исключено. И поэтому, когда ты платишь чаевые в Москве, ты понимаешь, за что ты их платишь. Если обслуживание... Никакого не было обслуживания, если тебе просто швырнули тарелку, ты можешь не платить чаевые, просто выйти, они уже не включаются. И, может быть, именно поэтому как раз люди и стараются... Стараются, чтобы получить сверху еще что-то. Поэтому, когда обслуживание действительно на хорошем уровне, я всегда кладу хорошие чаевые. И ты понимаешь, за что ты их отдал, и тебе не жалко. Да. А здесь они везде включены счет, и у официанта нет стимула даже... Он и так свое получит. А я думаю, знаешь, мы ехали будем долго. Помнишь, вчера шли по центру, и все стояли. Я думаю, сегодня будет такая ситуация. Я думаю, сейчас как раз пять часов, сколько? Четыре, да? Три. Три. Хотя нет, еще не должен быть час пихотинец. Что я знаю про Париж? Вообще ничего не знаю. Вчера вышли, думали восходить в бар. Ничего у нас не получилось. Во вторник все открыто, в среду все закрыто. Ну, блин, среда. А сегодня четверг уже? Да. Нет! Сегодня среда. Так ты меня, блин, ты меня запутал. Я вчера, мы ночью вчера смотрели, а среда. Счера был вторник. Сегодня среда, сегодня новый выпуск с Наталиной на канале. А у меня ты тоже так думаешь, что я понедельник по видео расписываю? У меня, знаешь, ты говоришь четверг, а подожди четверг. У меня смр четверг, и я думаю, не может быть такого. Слушай, дни недели привязаны к видосам, да? Получается, в понедельник все работало. В понедельник все работало, да. Странно тоже. Очень. Знаешь, я думаю, сегодня все будет работать. Я верю в это. Слушай. Когда мы видели ее издалека, такое ощущение, будто она меньше, чем я ее представлял. Но сейчас мы подъезжаем к ней, она вообще огромная. Сиделя? Да. Сиделя. Хорошо, спасибо. Ну, люди вроде не так вот, но... Ну да, надеюсь, что нет. Я думаю, много. Много? Я думаю, будет много. Сиделя. Да. Можно мы сюда? Да. Можно сейчас? Да, да. Хорошо. Клево? Шикарно, да? Вообще кайф. Знаешь, я здесь уже был же. Я же был каждый раз. В Париж приезжаешь, каждый раз ешь кейфельбе. И каждый раз, блин, как дома, знаешь, в Италии. Каждый раз такое восхищение. Черт возьми. О, блин. Парни, которые продают эйфелевы башни. Ну вот правильно сделали. Поставили такой прозрачный забор, который не портит. О, смотри, они блестят. Что? Лампочки. У меня, блин, она как живая. Стоит гавка, и мне так жалко этих собачек. Мини-дочь пластиковая. Что? Правда. И прям жалко. Ну, боже мой. Просто вообще. Ты представляешь, какой кадр, да, Андрей? Если получится, сейчас поднимемся наверх. Да, на третий уровень, как вводим. Ты знаешь, куда идти? Я не знаю. Я не знаю. Я иду за всеми просто. Я в прошлый раз, когда я был около эйфелевой башни, не было забора. Да. Ну, забор все равно, любой забор в морде. Конечно. Ну, не, это прикольный забор, но, блин. Окей, а что такое? Может быть, после последних ситуаций в Европе? Может, после этого поставили забор? И, знаешь, я помню, даже, когда это было, это были какие-то очень страшные манифестации. Не то, это было после убийства какого-то парня полицейским. Это было против полицейских вот эта вот тема. Это действительно была причина. А, вон. Не, ну, можно, понятно. Конечно, что. Ну, сейчас триумфальную арку вон всю разбили. Как тебе земля в Париже? Честно. Ну, капец. Капец полный, правда? О, нет, о, нет. Я думаю, должно быть быстро, но, знаешь, хорошо одели теплые куртки. Черт возьми, а. Ребят, смотрите, просто... Казались, коляска будет уничтожена. Из коляски коляска остается. Ребят, просвечивает абсолютно каждый чемодан, каждую сумку. Стеклянные бутылки, банки, которые... Вау. Не находиться в этом. Не, ну, реально просвечивает просто сумку. Вау. Ее же вроде как ремонтируют, да? Я думаю, ремонтируют. Да, конечно, я так думаю. Это выглядит очень ржавным. Можно было вход на пирамиду в Гизе, а сейчас он и так. Все, на пирамиду не залезет. На пирамиду больше не ходить нельзя. А серьезно? Да, это все разрушается. Все, кто успел, тот успел. Ну, исконная пирамида больше нельзя. Боже мой! Я вас слышал, что можно приплатить кому-то. Да, это да. Но сейчас такого нет, что открытый вход, знаешь... Нет, и огромный парк, смотрите, вокруг есть. Пашины. А это что такое? Лифт. Может, лифт, о котором никто не знает? А, вот, значит, вход в эту, в башню. Слушай, не будем ждать, наверное, да? Знаешь, я думаю, там маленький лифт, и он очень долго идет. Вау! Не-не-не, на очереди. Знаешь, я не хочу тебя просто нагружать. Давай, я уже прилечу, когда сам к нему. Точно. Здесь стоять особо не хочется, на холоде, что ли? В холоде попросить сегодня. Вроде вчера было чуть теплее, а сегодня прям холодно-холодно. Что вот это такое? Информация и сувениры. Пойдем официальные сувениры посмотри. Официальные сувениры. Ну, там просто ходят, ребят, ходят до хрена парней, чернокожих. Дают эйфелевые башенки, ну, и скульптурки. Хочется посмотреть, что официальные сувениры здесь есть у нас. Ход закрыт? Ммм, только вот сюда. Пахнет, а на путь. Да? Смотри, какие дешевые, дешевоцкие. Знаешь, ощущения безопасности нет. Постоянно следишь за телефоном, за сумкой. Ты понимаешь, я стою, блин, и перекладываю, знаешь, именно, вроде, а все защищено, все так, а знаешь, вот, они только этим паникой нагоняют как-то, знаешь, не знаю. А, то есть все, что ли? Ну, а что еще? Это просто обычная башня, там больше ничего. Нет. Слушай, а я тебе хочу сказать так, мне нравится, делай и сам такое. Знаешь, я думаю, надо пойти вот туда, на то поле, и вот с того поля нужно посниматься на фоне. Пойдем в ту сторону. Сколько тут километров, как ты думаешь? Я думаю, по мне, так это 200 метров. Ну, ты знаешь, меня и мои меры этих, как его. Постоянно ходят пешком везти, меня это убивает. Я столько не ходил, никогда. Нет, я говорю, надо Париж показать человеку все. Ну, конечно, все. Я говорю, слушай, 4 километра, мы дойдем всего за часик. И на самом деле холодно, конечно. Сейчас выйдем и попробуем вот тут через то поле отойти, и на фоне Эйфелева башни посниматься. В цветах французского флага. Как тебе Париж, Андрей? Холодно только, да? Слушай, шикарно. Да, чуть-чуть померзнуть можно, правда? Боже мой, какая красота. Не, ну ты парижанин. Слушай, куртка классная, где купил? Да, заказал на сайте. А я думаю, ты снимал вот это, что продают рюкзаки. Где? А рюкзаком в Эйфелевую башню. Ну нет, я ведусь от флага к Эйфелевой башне. Все, ребята, так сходи. Это хотя бы историю здесь? Ими, конечно, ты что. Ах, как красиво, ребят. Блогер с работой. Нормально? Да. Ох, класс. Все, пойдем сейчас в кафе, в какой-нибудь ресторан. Покушаем, попьем. Попьем чай. Да, горяченький. Ребят, вот там вот, вот на этом ярусе фамилии какие-то, имена и фамилии. 18 фамилии. 18, наверное, по кругу, интересно, ты известный парижанин, наверное, какие-то, да? Нет, оказывается, не знаю. Я тоже не знаю, это мои мысли. Сегодня прогугли. Ну, вот стоит какая-то кафе какое-то, видишь? Рождественская тема какая-то, и думаем, пойти вон туда и посидеть там немножко. А вон китайская еда, кстати, тоже. А вот кому-то плохо стало. Может, не пойдем туда? Переели с карго, знаешь? Травились? Ну, не говорили. Что со мной не так? О, а здесь можно даже на улице посидеть, потому что тепленько под это. Hello. Can we see what you have in the morning? Ребят, зашли вот около Эйфелевы башни, маленький ресторанчик, зашли попробовать эскарго. Да, никогда не пробовал. Не пробовал улитки, да? Пытаюсь разобраться. Ну, да. А подаются, ребят, с чесночным маслицем. Ну, запах обалденный. Да. И, на самом деле, очень вкусно. Как тебе эскарго? Вкусно, правда? Да, обалденно. Это похоже чем-то на шампиньоны. Вот, да. Духовка. Очень вкусно. И цена, значит, за шесть штучек 11 евро и за двенадцать штучек два. Вкусно, правда? Я очень рад, что тебе понравилось. И настолько большая культура поедания вот этих, называется эскарго во Франции, что вот такие специальные штуки придумают, да? Вот такие вот специальные тарелочки с углублением для эскарго. Такая вот вся тема. Это очень вкусно. Да. Обязательно попробуйте. Да, знаешь, а в Бельгии продают их в маленьких чашечках с супом. То есть, если здесь их и подают вот так, то в Бельгии прямо в супе. Я не знаю, тот же вид улиток или нет, но подают их так. То есть, эскарго здесь очень большая тема. И на улочке. Тепло. Хорошо, как хорошо, да? Вот когда вот эти вот штуки стоят на... Прокрасно. И вот там вот огонь горит. Очень тепло и просто очень уютно. Вот так люди сидят, как ее пробивают. Типично парижская тема. Что? Ну, его здесь не было. Не было. Окей. Приложение, кстати. Как называть? Лекаб. Лекаб, да. А как ты про него узнал? Прочитал в гугле. Потому что Uber здесь у меня почему-то Uber здесь не работает. Может, не сказал. Опять же, Андрей сказал, почему не работает. Вот Uber у меня, к сожалению, не работает здесь. Понравились эскарго очень, да? Вообще шикарно. Шикарное блюдо. Говорит, вообще теперь любимое блюдо стало. Знаете, вот если без предубеждения относиться, это действительно очень-очень вкусная еда. Но, говорит, лягушачий ларки трогать не будет пока. Нет, я просто смотрел кучи видео, где готовят этих жирных жаб. Они же еще не просто лягушечки, это такие откормленные жирные лягушки. Не знаю. Не много. Я вообще очень боюсь лягушек. Окей, я тоже. Не, мерзко, рептилия. Я согласен. Но улитки другое дело. Улита гнежалка. Какие мы ужасные. Ужасные вещи, говори. Боже мой. Ну я шичу. Как называется? Нет, а я нет. Мулин Руш. Пытаемся сейчас ездить к Мулин Руш и посмотреть на мельницы. Сейчас закажем тачку и поедем в Мулин Руш. Здесь есть одно из самых известных мест в Париже и огромная достопримечательность. Это дом инвалидов. Мы хотели прийти туда делать коллап с Золиной, но она пошла по магазинам и, к сожалению, не получилось. Тачка номер два. Блин, ну классный день. Отлично. И знаешь, и спокойный, без тресса сегодня получилось. Блин, обожаю улиток. Я рад, что поздравил. В Москве я тоже видел, как в некоторых странах они продаются, как и левчачьи лапки, как и акули-плавники, и младенцы, и суп из младенцев. Что угодно, да, можно получить. Как тебя? Сегодня вообще, знаешь, сегодня получилось как-то без стресса все. Мне это очень нравится в этом плане, что нормально. Она очень нормальная. Господи, блин. Сегодня день спокойный на самом деле. Вчера я что-то стрессового было. Но вчера я знаю, почему было стрессовым. Да. Поживай. Субтитры сделал DimaTorzok Что будем смотреть сейчас? Давай сначала в Макдональдс, потом в Секс-Шоп, а потом в Миндрук. Ребят, вот этот грязный райончик, да? Ну, какой грязный райончик, да? Это самое такое шикарное место в Париже. Да, очень прикольно. И вон, знаете, вдалеке... Я смотрю, знаешь, весь Париж Перекоп, Ангар и Масква. Да, месиво, честно, месиво. Да. Он все равно красивый. Очень. Знаешь, он очень аутентичный. И вон Молин Рыбовский, класс, да? Секс-Шопа на каждом шоу. С этой стороны, с той стороны. Секс-Шопа на любви. В любой форме. И со всеми. Очень маленькая такая льмельничка, да, знаешь? А то же именно, знаешь, iconic place, где Дитаван Тис, все танцуют. Да, это просто... Да, это перфектно, спасибо. Слой класс, да? Боже мой, ребят. Большое спасибо. Добрый вечер, до свидания. До свидания. До свидания. Вообще, шикарно. Блин, класс, нет? А теперь Starbucks. Да. Хорошего понемножку. Ну, красный цвет, пойдем, пойдем. Я не знаю, как здесь обстоит ситуация. С забавивами на дорогах. Да. Ну, полный бардак. Сбить машину. Да. Но в России я не рискую. На красный цвет, да? Да. Ну, вот. Ну, опять же, как ты сказал. В России... Так вот, смотришь. Ну, да. Проверяешь сразу. О, Господи, Боже мой. Продолжение следует... Продолжение следует...